В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Четырехполосные движения и дополнительные парковочные места. Начались работы по расширению улицы Семашка. Почему отменились бесплатные обеды для детей из многодетных семей? Семейные соревнования, стопеты и кункурс снежных фигур. Любители зимних видов спорта приглашают на лыжную паспорт. Далее расскажем обо всем подробно. Начались работы по расширению дороги по улице Семашка. В настоящее время напротив первой поликлиники идет строительство парковки на 65 мест. Параллельно с этим подрядчик готовится к переносу коммуникаций. Реализация проекта стоимостью 143 миллиона рублей должна помочь разгрузке улиц Московской и проспекта Музруково, а также улучшить доступность нового четвертого КПП. Подробнее о расширении улицы Семашка расскажем в следующем репортаже. Вопрос реконструкции Семашка стоял уже давно. Это одна из самых узких улиц в городе, поэтому из-за наплыва автомобилей в часы пика она оказывалась перегруженной транспортом. Подготовка к расширению проезжей части началась в конце прошлого года. Документы оформлены, все необходимые процедуры проведены. И вот, наконец, подрядчик приступил к работе. Сейчас ведется подготовка площадки. Сзади нас мы видим расчистку. На этом месте будет парковка на 65 машин. Это как раз те люди, которые будут приезжать в поликлинику, чтобы не теснились, как сейчас они там. Проезжую часть длиной практически 650 метров расширят до четырех полос. Согласно проекту реконструкции здесь появится еще одна парковка на 22 автомобиля рядом с жилыми домами. Место расположения пешеходных переходов и светофоров останется неизменным. В ближайшее время рабочие приступят к установке шумозащитных экранов вдоль домов и детского сада. Параллельно идет подготовка к переносу коммуникаций. Именно из-за этой процедуры в процессе реконструкции придется полностью закрывать улицу для движения автомобилей. Планируется закрытие улицы на два этапа. Чтобы вот эту первую часть, которую мы будем закрывать до детского сада, это будет первый этап. Чтобы можно было с этой части пропустить еще и на Семашко. На Московской будет и на Семашко. Потом, когда уже закроется эта часть, здесь уже больше выезда не будет. Будем продумывать уже, как выехать еще на Курчатово. В течение года Семашко будут перекрывать в три этапа. Первый начнется 25 января и закончится 25 марта. В этот период будет закрыт участок дороги от дома номер 8 до пересечений с улицы Зернова. Для того, чтобы выезд из дворов был осуществлялся, в процессе закрытия дороги будут рассматриваться дополнительные мероприятия для выезда из дворов. Это в частности там, где газон у нас существует и близкий выезд на близлежащие улицы. Там будут насыпаться щебеночные покрытия для того, чтобы жители и микрорайоны могли двигаться. При расширении Семашко впервые в Сарове будет использована специальная смесь – щебеночно-мастичный асфальтобетон. По контракту новая дорога должна быть построена до 10 декабря текущего года. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Мы уже рассказывали, что с нового года отменены бесплатные обеды для школьников из многодетных семей. Это связано с постановлением правительства России номер 232, которое ограничивает полномочия муниципалитета в области финансирования социальных обязательств. Часть средств, затраченных многодетными родителями на школьное питание, компенсируется по линии соцзащиты. Подробности далее. Муниципалитет приложит все усилия, чтобы в следующем учебном году вернуть бесплатные обеды для школьников из многодетных семей. Об этом рассказали в департаменте образования. До последнего времени Саров оставался единственным городом в регионе, где такие семьи получали две формы поддержки – областную льготу в размере 792 рублей по линии соцзащиты и бесплатное питание в школах. Муниципалитет до последнего, как только мог, держал льготирование многодетных семей. И пришло то время, когда муниципалитет этого делать не может в силу норм закона. Речь идет о постановлении правительства Российской Федерации номер 232 от 3 марта 2018 года. Документ ограничивает полномочия муниципалитетов в области финансирования социальных обязательств. Тем не менее, в Сарове удалось сохранить бесплатные горячие завтраки для всех категорий школьников. А сегодня прорабатывается механизм и для возвращения бесплатных обедов для детей из многодетных семей. В данный момент муниципалитетам прорабатываются все возможности для того, чтобы многодетные семьи поддержать с 1 сентября 2019 года. Мне хотелось бы, чтобы родители многодетных семей набрались терпения. А у муниципалитета и у депутатов была возможность за эти полгода грамотно, спокойно подготовить нормативную правовую базу, которая позволит нам вернуть все на круги свои. Стоимость одного обеда 70 рублей в месяц – это порядка полутора тысяч. Предполагается, что в следующем учебном году обеды для школьников из многодетных семей будут предоставляться на условиях софинансирования средств родителей. Половину суммы покроет региональная льгота, которую получают такие семьи – те самые 792 рубля. Оставшаяся часть будет компенсирована из городского бюджета. Орган местного самоуправления, которым является городская дума, рассматривает возможность издать документ, на основании которого мы сможем, возможно, еще раз подчеркиваю, говорю очень осторожно, но постараемся доплачивать некую сумму для того, чтобы покрыть полностью затраты на обеды для многодетных семей. Проработкой соответствующих нормативных актов и механизма предоставления льготы займется уже созданная при городской думе рабочая группа, в состав которой вошли депутаты и представители администрации. Лидия Шулаева, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. На улице Димитрово появится 14 новых жилых домов. По итогам аукциона была определена компания, которая получила право на застройку участка площадью 11 тысяч квадратных метров. Там появятся блокированные дома не выше трех этажей. Срок аренды участка три года. За каждый год использования земли застройщик перечислит в городской бюджет почти 9 миллионов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровская православная гимназия приглашает родителей учеников и будущих первоклассников на открытые уроки. Посетить занятия можно будет до 25 января. График открытых уроков опубликован на официальном сайте учебной организации. Кроме физики, математики и других традиционных школьных дисциплин, саровчане смогут своими глазами увидеть, как проходит занятие по церковному пению и церковно-славянскому языку. Саровчане могут помочь Анжеле Дорониной попасть на детское Евровидение. 31 января юная певица из нашего города даст в драмтеатре сольный концерт. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на покупку авторской песни. Профессионально написанная композиция позволит Анжеле подать сильную заявку на участие в международном конкурсе. Легкоатлеты из Сарова завоевали новые награды. В общей сложности воспитанники спортивной школы «Кар» привезли 4 медали Пиренства Приволжского федерального округа. Соревнования на днях завершились в Новочебоксарске. Евгения Иришева и Мария Девяткина стали победителями эстафеты. Кроме того, Мария завоевала золото в беге на 400 метров и бронзовую медаль в беге на 200 метров. Павел Жарков стал серебряным призером в тройном прыжке. Спортсменов подготовили тренеры Марина Мачкаева и Алексей Колганов. Хорошая игра хоккеистов или удачное катание на коньках во многом зависят от умения и мастерства. Однако большую ответственность несут и те люди, которые отвечают за качество льда. Их называют ледовар. В обязанности этих специалистов входит заливка и прессовка льда на площадках и ледяных аренах. И 16 января они отмечают свой профессиональный праздник – День ледовара. Дата выбрана не случайно. В этот день родился американец, который изобрел комбайн, восстанавливающий покрытие на катках. Все работы по подготовке открытого катка можно разделить на три больших части. Подготовку основы, заливку и поддержание льда в хорошем состоянии в течение всего зимнего периода. В период подготовки снегу было достаточно. Трамбовка где-то осуществляется до 10-15 сантиметров. До тех пор, пока можно ходить ногами. Трамбовка включает себя, может ощущаться разными способами. В нашем подразделении мы трамбовали несколькими пар скат резиновыми. Работа на открытой ледовой площадке сезонная. Уже к середине марта морозы сойдут на нет, а сотрудникам стадиона Икар, где расположен каток, останется только дождаться, когда все горы снега и тысячи литров замерзшей воды снова вернутся в жидкое агрегатное состояние. Заливка на нашем стадионе производится из пожарного гидранта, пожарными рукавами и стволами-распылителями. При заливке, как правило, погода должна быть температурный режим минус 4, 6 и ниже. Но и тут есть свои тонкости. В сильный мороз заливать каток нельзя из-за того, что лед быстро схватывается и в нем образуются полости с воздухом. Посетители вскрывают их коньками и поверхность приходит в негодность. Чтобы исправить эту ситуацию, во время технических перерывов ледяное поле убирают трактора и специализированная техника. Глажные приводят горячей водой. То есть машина заливается горячей водой, горячая вода поступает в трубу, где отверстие. Из отверстий вода идет налет и за трубой идет ковер. То есть ковер гладит все шероховатости и топит все нитьяны на катке. Площадь катка на Икаре более одного квадратного километра, а готовит его к каждому катанию всего 5 человек. Оценить работу ледовара в стадиону может каждый желающий. Каток работает каждую среду и пятницу с 16 часов до 8 вечера, а по выходным и праздникам с 11 утра и до 8 вечера с небольшим перерывом. Кирилл Васильев, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Вместе с Рождеством в православном мире наступили святки. Одно из главных и любимых девичьих развлечений в эти дни – гадания. Многие девушки желают заглянуть в будущее и хоть и с помощью нечистой силы узнать, кого судьба пошлет в мужья и какая жизнь ожидает впереди. Считается, чтобы предсказания сбылись, при гаданиях нужно соблюдать определенные правила. В России продолжаются святочные недели. Время походов в гости, колядок и, конечно, гаданий. Способов заглянуть в будущее или узнать имя суженого много. Самыми популярными остаются традиционные русские обряды. На зеркалах увидеть образ жениха, с помощью платка понять, крепкая ли будет дружба. Узнать при помощи кольца и шерстяной нити пол будущего ребенка. На поленице гадали. Девицы подходили к поленице дров, вытаскивали одно полено. И по этому полену судили, какой будет суженый и ряженый. Потом слушали у окна, то есть загадывали какое-то желание. Подходили к окошку, к дому, слушали, о чем там идет речь, хозяева, что говорят. Но это очень похоже на гадание по книге. Только тогда книг-то не было. Также в святке было принято гадать на судьбу. Например, чтобы узнать, как сложится год, нужно было всего несколько стаканов. В них клали первое, что под руку попадется. Затем порятали по тканью. Гадающий вслепую выбирал стакан, а вместе с ним и предмет, который и характеризовал наступивший год. Монета к прибыли, сахар к сладкой жизни, магнитик к путешествиям. Сравчане традиции предков ценят и относятся к ним позитивно. Дети поздравляют, ходят по домам. Ночью костер жгут. Молодежь, может быть, не все знают об этом. Наши поколения знают. Я помню, мы в детстве кальдовали. Гадала была, молодая гадала, чтобы суженый ряженый, приди ко мне на ряженый, мусор вынесешь на улицу. Кто первый из мужчин попадется, это имя его, значит, твой будет суженый. А еще в святки ряженые ходили по домам с песнями, плясками и калятками до самого крещения. Кто из хозяев отказывал в угощении, тем дверь могли подпереть или всю ночь не давали спать. Все, что наколедовали, съедали в святочные дни. Веселье прекращалось 18 января в крещенский сочельник. По инициативе Международной Федерации Лыжного Спорта с 2012 года в нашей стране отмечается Всемирный День Снега или Международный День Зимних Видов Спорта. В нашем городе он пройдет в воскресенье 20 января на лыжной базе. В рамках праздника состоится конкурс снежных фигур. Саровчан ждут интересные развлечения, семейные и командные соревнования. Подробнее о программе Дня Снега расскажем далее. В эти выходные на лыжной базе пройдет Международный День Снега. Программа обещает быть насыщенной. В спуске на ватрушках, семейные и индивидуальные соревнования, концертная программа и, конечно же, конкурс фигуры снега. В этом году темой конкурса станет любимая детская сказка. На данный момент готовятся кубы для того, чтобы уже приходили люди и строили различные сказочные фигуры. То есть, как я уже сказала, детские сады, школы и различная организация. На праздники организаторы подведут итоги снежного фестиваля и наградят победителей. Для того, чтобы принять участие в конкурсе фигур, необходимо скачать заявку с сайта Департамента по делам молодежи и спорта, заполнить ее и пройти регистрацию. Одним из самых ярких событий праздника станет лыжный забег в Кигуруме. Ребятам предстоит в костюмах преодолеть дистанцию на 500 метров. А для семейных команд пройдут состязания по сан-лес-болу. У них идет спуск с горы на ватрушке всей семьей. И затем поднимаются санки, лестница и мяч. И они поднимаются бегом по горке вверх на финиш. И фиксируется результат. Традиционно организаторы приготовят для саровчан интересные мастер-классы, интерактивные развлекательные площадки для детей и взрослых, на которых можно будет поиграть в мини-футбол, хоккей, а также поучаствовать в конкурсах и различных викторинах. Также во время праздника будет работать прокат сноутюбов и лыж. Регистрация участников начнется в 9 утра. Более подробная информация по телефону 671-81. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.